поехали итак топливно-назначные колонки делятся на два типа это с подающим трубопроводом и всасывающим трубопроводом вот возьмем всасывающий сначала всасывающие топливно-наздаточные колонки с коммерческой точки зрения значительно дороже нежели напорная система если взять чисто саму физически топливно-наздаточную колонку почему здесь используются отдельно узлы для насос то есть электродвигатель для создания напора на сам фланг здесь же этого нету и поэтому она дешевле но если это полноценный узел для азс вы поставили колонку и забыли вам больше ничего не надо подключили трубопровод и все то здесь используется специфический трубопровод почему специфический чтобы как бы имели понимание когда разговариваете с клиентом что хочет клиент и вы уже будете направлять данного клиента что ему необходимо всасывающая система или все таки напорная я сейчас вам расскажу как бы границы работы всасывающей системы и напорной и тогда уже отдельно по каждой системе мы разделимся там уже есть подтипы то бишь всасывающий топопровод топливно-наздаточная колонка с всасывающим правопроводом максимальная длина в принципе до 40 метров это для стабильной работы можно больше но тогда будут провалы для топливно-наздаточной возьмем фактически две колонки для клиента средний малый так скажем так бизнес одна топливно-наздаточная колонка и вторая вот для того чтобы заработала топливно-наздаточная колонка на каждую на каждую колонку с резервуара нужно завести трубокровод то бишь если у нас две колонки то с каждого вида топлива будет идти две нитки это для стабильной работы скажем так отпуска если начнут лавировать сам клиент либо с технологией можно соединить это все в одну большую трубу и как бы сделать штаны соединить две колонки обязательно нужно ставить обратная клапана но работы стабильной не будет если у клиента идет запланированная действительно пойдет хорошая реализация будут перепады будут жалобы с клиентами и тому подобное поэтому необходимо на топливно-наздаточную колонку ввести отдельный спорт трубокровод с каждого вида топлива если две колонки значит с каждого резервуара будет идти две нитки потом длина приблизительно то есть длина от резервуара и 40 метров это стабильная работа можно есть в случае 65 метров но это уже как бы зависит какой заложили повод полтора дюйма два дюйма пластиковый и настолько накручено накручен насос для того чтобы создавать разряжение и поднять это топливо чем дальше чем больше длина тем хуже работоспособность длину мы как считаем высоту длину мы просто берем ее подъем порядка 10 до берете расстояние это ваш эталон и вы не ошибетесь нужно если вы еще будете использовать высоту подъем колонки от самой нижней точки у нее подъем 9 метров да то есть она подымет то есть любой насос который сертифицируется в украине ниже 7 метров его просто не пропустит ну так вот в азояском бизнесе оно так сделано то есть все насосы даже наровский подымает 9 метров но так как это сама колонка не дешевая получается то есть используется допустим три трехпродуктовые три насоса сама по себе не дешевая плюс 6 трубопроводов это удорожает просто всю заправку дешевле поставить напорную систему но опять же дешевле в каком плане если использовать по две колонки если сравнить две заправки разные но одна с напорной системой другая с всасывающей свыше двух колонок если клиент планирует уже надо рассматривать рациональность если он трубопровод дешевле купит и тому подобное потому что три топливо раздаточные колонки поставить всасывающие это золотая заправка будет можно поставить допустим на ТРК напорную 3,4,6,12,16 то есть без разницы в резервальном парке ставится насос и один трубопровод грубо говоря через все колонки можно два то есть если будет использоваться скоростные топливо раздаточные колонки то сразу лучше закладывать на высокопроизводительную колонку отдельную линию именно на скоростной если это дизель и отдельно насос тоже линия идет на просто базовые многопродуктовые колонки для того чтобы запитать дизель это такая практика трубопроводы если всасывающая система варьируется полтора дюйма и два дюйма то есть два дюйма используется если это скоростная колонка либо же это большая длина трубопровода расстояние от резервального парка и колонки сдержишь сразу два дюйма закладывается для того чтобы не снизить производительность топливо раздаточные колонки если взять по цене вы уже вы когда сами видите видите я просто подтвержу то что вы сами посчитаете цена вопроса двух колонок на 4 резервуара всасывающей системы будет соизмерима с покупкой допустим на четыре резервуара четырех насосов один трубопровод и четыре колонки чтобы понимали когда вы будете общаться с клиентами то ему необходимо и когда клиент будет видеть что вы больше понимаете чем он и его будете как бы подталкивать к правильному выбору топливроздаточной колонки если эти дешевле когда те приемляют зачем их делать экономически невыгодно на две колонки поставить четыре фипетровских насосы это тоже не дешевое удовольствие другими словами если АЗС маленькая но очень большой большая длина трубопровода лучше уговорить клиента на напорную систему и он больше двенадцати лет не будет иметь проблем с подачей топлива на АЗС напорная какая длина? ну она практически не ограничена то есть можно и девяносто и сто десять метров от насоса зависит? да, насосы есть, они измеряются в основном в лошадиных силах вот насосы у нас на Украине распространены это фипетро и редджекеты то есть в принципе если вы знаете, может нет, но поставляет дельта и ювента фипетро как бы раньше были очень популярны сейчас почему-то я как бы на рынке не видел чтобы их кто-то предоставлял только из со старых запасов вот у ювента отдавала, где-то у кого-то перепокупала но бэушный насос тоже будет работать и запчасти на него тоже можно найти вот реально вот если клиент пошел в бэушные насосы это, скажем так, золотое дно я вам честно скажу пускай даже они с виду будут ржавые, но они будут работать они неприхотливы, так как всасывающая система вот так, из таких вот минимальных азов что необходимо здесь ну как бы 100 метров длина и выше по нюансам самой сливной арматуры я вам не советую как бы заморачиваться потому что могу разъяснить для вас, чтобы вы понимали но так как вы будете представители, скажем так, поставщиков топливо-роздаточной колонны вам это надо будет знать но будете ли вы на этом зарабатывать, это уже как бы будет решать ваше руководство если вы будете продавать топливо-роздаточные колонки, нам важно сразу повесить всю технологию всю технологию это монтаж прососа, это монтаж трубопровода если у вас такие ресурсы нету, то их тоже можно будет учить ну конечно клиент хочет довольно часто, уже 80% случаев, когда одна фирма все поставляет то есть он не будет вот с теми организовался, потом с теми а если расстаковать невозможно то есть сначала те сделают, подождал, приехали к друге а, извините, те пидорасы, то не доделали, мы не будем нам делать когда один все сделал, планомерно клиент доволен и будет повторно к вам же шаброщаться что еще по самим типам вам рассказать напорная система с одной стороны сложно, а с другой стороны вообще настолько банально проста вы открываете резервуальный парк видите просто выход патрубок гибкий он же выполняет роль демпфера и сам трубокровод с крана все подождите здесь только трубы, обратные клапаны, краны иногда, если требуют огневые преградители но сейчас огневые преградители, как практика показала, создают только лишние проблемы именно на подачу самого топлива да, огневые преградители прислели обязательные в принципе вот так вот какие-то еще вопросы пока по общему есть или нету? да есть по поводу насоса насос, который ставится напорный он погружной, как в скважине ставится или он такой, как вот мы видим, например, внутри самой колонки то есть просто установлены на линии нет, 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 нет совсем разные типы здесь используются центробежные в основном насосы ну, лопастные, как бы, ну, не то, что лопастные, как правильно сказать шестеренчатого типа лопатки используются подобие центробежного, как на воду но подобие это принцип тот же самый вот но взрывозащищенного исполнения, скажем так сдержишь используется вот лютк резервуар используется райзер на фланцевом соединении с резьбой на этот райзер накручивается как называемая верхняя часть приблуды самого насоса это ринболт ну, который можно его открутить либо же здесь есть специфик на райзер накручивается этот блок, как называется разокрутили и забыли для того, чтобы демонтировать насос здесь здесь внутри используется телескопическая труба то есть она она поставляется и вы регулируете ее по диаметру резервуара фактически здесь высота вот это до начала подающего всасывающего трубоком до насоса насос находится вот здесь 10 см или 100 мм а он грубо говоря утоплен и охлаждается он в трубе он смазывается охлаждается не греется и вы про него забыли летят они очень редко летят только когда электрики неправильно либо фазировку либо две фазы дают и при этом было что-то включено ну это уже человеческий фактор так они даже меньше 1% в ходе эксплуатации в ходе эксплуатации в полископической трубе он получается выдавливает общий трубопровод туда так точно так точно вот то есть это сам насос телеоскопическая труба регулируемая вот и уже здесь как бы вот с этого блока гибким адаптером и используется кран все выход на подающий трубопровод вот так вот выглядит насос понятно его нужно ставить это уже специфика самой гидравлики при монтаже по центру резервуара по оси имеется ввиду а все остальное арматура сливная замерная выставляется уже относительно насоса можно было это поставить если один люк в резервуар выпар так какие еще я вас хотел бы подаварной водой да он конечно будет брать ему по барабану по чайкам для этого используются меры которые будут контролировать подаварную воду и тому подобное а если вывод резервуара ну нижний а не верхний забор то там как с напорным насосом не рекомендую ставить на наружный резервуар напорную систему бессмысленно это будет завозгружка да я понимаю если используется большое расстояние и тем более наружные резервуары и забор топлива производится не в нижней точке резервуара а только сверху ну можно поставить но там уже специфика подключения и обратки вот и все любая система если взять уровень пола допустим топливно-раздаточная колонка да и наружный резервуар то есть еще тем более забор сверху а не нижний забор вот есть нюансы как здесь так и здесь то есть вот насос используется грубо говоря и все равно нужно использовать здесь вроде бы проще если использовать насос относительно но велика вероятность на дизеле за ластушки за колено да вот если на ковре системы большая длина так вот еще раз если нижний забор сервуара получается только всасывающей только всасывающей системой без вопросов это уже нюансы я вам хотелось бы отдельно рассказать то есть я хотел показать вам в принципе между напорной системой и всасывающей там уже по отдельности будут вот эти нюансы которые вы задали вопросы задали можно еще попросить повторить еще целесообразность от скольки до скольки мы там предлагаем в каких случаях напорными в каких заборах все что выше двух топливоозаточных колонок то есть если это допустим на три вида топлива от трех две колонки оптимально всасывающей системы все что выше трех видов топлива и двух колонок рационально использовать в напорной системе очень рационально клиенту обойдется дешевле покупка четырех или трех топливозаточных колонок и купить на четыре изотоплива четыре насоса это будет значительно экономить он сэкономит как на трубопроводах на арматуре ну и естественно насос скажем так дешевле будет и по общей цене колонок он просто выиграет и все-таки напорная система чем больше колонок тем больше она надежна можно поставить три четыре колонки всасывающие если клиенту хочет всасывать все не хочет заморачиваться с этим но ждите потом проблему если у него четыре топливозаточные колонки с всасывающим проводом четыре шесть лет начинается проблема с насосами начинают сальники лететь лопатки насосы уже начинается проблема а представьте четыре вида топлива четыре насоса на четыре колонки шестнадцать штук отремонтировать клиенту по карману хорошо здесь же фактически насос один он не ломается сразу это очень надежный узел по сравнению с узлом вытопливозаточной колонки поэтому ремонт пригодность выше и время эксплуатации напорной системы значительно выше нежели всасывающий трубопровод здесь есть нюансы чтобы клиенту об этом обязательно рассказывали если всасывающий трубопровод поврежден лопнула труба подсос воздуха по какому-то одному виду топлива так как ниток много на одной колонке где-то происходит подсос воздуха плюется пистолет либо камера отделения воздуха отделяет топливо от воздуха начинает как бы сизый дым появляться но это не горит это просто реально порыв себе на дизеля так себя ведут с одним трубопроводом можно что-то решить либо на время остановить но другие колонки с этим же видом топлива будут отпускать здесь же большой минус в том если что-то происходит с трубопроводом с электродриэтером с питанием на электродриэтере или на создание напожной системы на АЗС нету вида топлива то есть останавливается сразу весь вид топлива вот вот здесь нюансы минус почему вроде бы всасывающая система более универсальна потеря одного пистолета или двух топлива не повлияет сильно на реализацию самой заправки здесь же потеря одного топлива на заправке реально будет терять скажем так клиент нужно понимать но эта система значительно выше по надежности нежели на так и дешевле в эксплуатации то есть это клиенту надо будет обязательно рассказывать чтобы он все-таки принял решение что ему лучше либо сейчас вложиться да я понимаю вам как коммерсантам с экономической точки зрения лучше впарить напорную систему она дороже на этом можно заработать в дальнейшем да то есть понятно продажа запчастей и тому подобное вы на этом заработаете здесь вы запустили вы крутые у вас все работает клиент доволен но вы на этом в первом случае если у вас доп. заработок выполнять работы там больше монтажа конечно конечно вы зарабатываете как на монтаже так и на сервисе расходников здесь будет значительно больше нежели здесь она работает из обзора если не дай бог что-то случилось клиент прекрасно понимает сутки ходят и все работает обратно стабильно годами здесь же все-таки мелкие ремонты клиента будут угнетать что-то такое что-то за колонка одна одна колоночка какая-то один узор что-то случилось и он будет хаять все остальные колонки то есть это у всех так такхемы желбаки и тому подобное то есть любой производитель она более уязвима но и более гибкая нежели напорной системы две разницы где вы должны понимать что предлагать клиенту сейчас можем как бы отдельно уже то есть длицеплятов выяснили вопросы еще какие-то есть пока только один вопрос вот напорная система она находится постоянно под давлением постоянно да и потому там не может быть за раздушением так точно насос сам у него внутри есть вот эта часть отвечает за то чтобы сбрасывать излишнее давление подразум резервуар вот то есть за счет редакционного клапана опять же с помощью уровня мера увы это не предлагает не умеет поэтому вот это умеет управлять вот этим только виды даже не а только виды системы измерения уровня топлива поэтому если будет использоваться уровнемер то для напорной системы на насосе должны использоваться либо электронные опять же уже более детально я вам расскажу по отдельным линиям используется либо электронный блок который будет контролировать давление в системе и излишки сбрасывать либо же механический датчик утечек то есть электронный датчик утечек либо механический иногда дают сбор иногда но это все поправили если нету электронного либо механического датчика на механическом датчике контроля давления в системе подключаться только ветерут если ваши программисты смогут взломать в принципе датчики которые используют насосы Redjacket Fitpetro для контроля электронных датчиков они более интересны то есть гибкие и электронные датчики контроля давления в системе почему когда используется ведерут уже ладно здесь остановились я вам чуть-чуть расскажу чтобы понимали ведерут сам видит есть давление в системе чуть-чуть упало он сравнивает это с теми данные которые запрограммированы это утечка либо это просто где-то какой-то станик прохудился он включил на пару секунд насос самопроизвольно без включения топливовоздаточной колонки то есть ведерут именно системы измерения уровня топлива ведерут контролирует вот это давление в системе то есть там есть датчик да да он контролирует дал напор на пару секунд давление выровнялось ага значит это не утечка есть резкое падение давления он будет орать и заблокировать сразу ну этот отпуск уша в идеальном варианте в идеальном варианте когда используется какой-то электронный узел управления давлением он связывается ведерут связан как с насосом так и с топливораздаточной колонкой то есть фактически касса управляет топливораздаточной колонкой вот система управления допустим НД касса так называемая ТРРО она непосредственно связана с топливораздаточной колонкой она говорит ей дай мне пуск но колонка отработала да я буду давать пуск но она сначала связывается с системой измерения уровня топлива и говорит я буду хочу отпустить я поступила до команды хочу отпустить ведерут хорошо я включаю насос вот в таком плане а если нет в виде рута то получается так чтобы давление упало и включился насос да? нет насос не будет выключаться потому что нету если убрать вот этот узел контрольное давление насос будет просто включаться только тогда когда колонка даст команду уже колонка она отработала заказом в системе управления колонка дала пуск на насос через силовую часть силовые линии но здесь вы не знаете у вас трубопровод лопнул или нет то есть пока колонка пускай если есть утечка то будет уходить куда-то далеко то есть это ну по крайней мере это можно увидеть довольно быстро по сравнению с этим когда всасывающий трубопровод где подсос воздуха или утечка на всасе тяжело найти пока не сделаешь обрисовку и обрисовку всех труб сами понимаете делать тяжелее нежели все-таки четырех ниток на всей запахе на всей запахе вот в таком плане поэтому это уже нюансы мы отдельно по каждой системе пройдемся где какая колонка как отвечает и когда вы будете общаться с клиентом клиент будет понимать что ему проще в данном этапе поставить на полную систему либо в сацию еще и сможем пройтись по конкурентам какие плюсы у каждого компетента и какие минусы в принципе да то есть для себя тогда это уяснили можем делать 10 минут перерыв чтобы усвоили